Новый год все ближе и напоминает об этом не только календарь «Снег за окном». В Иркутске определены площадки, на которых начнут работать елочные базары. Ярмарки откроются уже 18 декабря. В этом году зеленая красавица обойдется жителям столицы региона в среднем в 2000 рублей. Здравствуйте с главными событиями минувшего вторника. Познакомим вас в ближайшие полчаса, но вначале коротко о центральных темах. Рваные раны и вынужденные каникулы. В селе Мамона Иркутского района собака напала на ребенка. Девочка чудом спаслась. Однако по-прежнему своры бездомных животных бегают возле жилых домов. О ситуации расскажем в первом выпуске нашей программы. С начала пандемии коронавирусом в Иркутской области переболели уже более 30 тысяч человек. Детальную статистику и все подробности первой рабочей недели нового госпиталя в Шелихове озвучим в программе. В программе я, Ольга Харнутова, поведаю о том, почему новогодние выходные могут не состояться, каким способом измеряет шум веселья, для чего это необходимо и какая шумоизоляция в новостройках Иркутской области. По Иркутску теперь можно пройтись как по музейной галерее. На фасадах домов областного центра начали появляться живописные произведения местных художников. Через пару минут сообщим, какие улицы города стоит посетить, чтобы полюбоваться репродукциями картин. И теперь о событиях дня. Подробнее в селе Мамон Иркутского района собака напала на 7-летнюю девочку, которая возвращалась домой из школы. Животное серьезно повредило руку ребенка. После того, как на место происшествия прибыла наша съемочная группа, выяснилось, что собаки уже давно терроризируют жителей села. Все подробности у Ивана Занько. Семилетняя Маша Загорова теперь вынуждена учить русский язык не за партой, а дома, вместе с мамой. Возвращение из школы едва не закончилось трагедией. Недалеко от дома на девочку набросилась собака. На крик ребенка выбежала мать, которая вместе со старшим сыном смогла отбить Машу. От острых зубов пса серьезно пострадала левая кисть. Только на большой палец врачи наложили шесть швов. Я вообще поняла, что у меня вся рука там искушена, то есть и палец, пальца нет. Врач сказал, что надо спасать пальчик. Ее забрали в операционную. Когда все прошло, нам взяли полностью анализы, сделали соответствующие лечения, прививки. Мы сейчас по графику ездим на прививки. Там их семь раз надо в разное время проставить. Ездим на перевязки. Возле школы, в которой учится Маша, также бегают собаки. На площадке, где после уроков играют дети, сегодня вальяжно разгуливают четвероногие. Бродячие псы в селе Мамон Иркутского района встречаются возле магазинов, у мусорных контейнеров и рядом с домами. Даже собственных питомцев люди боятся отпускать с территории участков. При этом беспризорных животных становится все больше, а местные жители опасаются нападений с их стороны. Собак очень много. И причем, представляете, самки, вот смотришь, бегает худенькая, потом уже и смотришь, уже эта самка превратилась в мамочку. Хотя говорят, что их стерилизуют, ничего, они не стерилизуют. И животных подержали, передержали, выпустили. Они бродяжничают под деревней. Невозможно. Они во все щели, во дворы лезут, ко всем. Невозможно. Вот у меня собака сидит на цепи. Чашка всегда вылизанная до блеска. Бродячие собаки через заборы полтора метра сегают только так. Комментировать нападение собаки на семилетнюю девочку в администрации отказались. Правда, сообщили, что все деньги, выделенные на отлов бездомных животных, освоены в полном объеме. Но даже этих средств не хватило, чтобы полностью решить в селе проблему бродячих собак. Так что, как минимум, до следующего года жителям мамонов придется встречать своих детей из школы. Иван Занько, Виктор Черкашин. Новости по будням. Собачья жестокость зачастую не знает границ и пострадать от агрессии псов в Иркутской области могут не только дети, но и взрослые. Их несколько наиболее резонансных историй вспомним прямо сейчас без комментариев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не меньшую опасность порой представляют и, казалось бы, обычные вещи, например, блюда в столовой. Причиной массового отравления детей в селе Ярбогаченка Тангского района могла стать неправильная технология приготовления пищи. Сотрудники Следственного комитета Иркутской области начали проверку по факту отравления воспитанников детского сада. На школе учреждений на острую боль в животе пожаловались 23 человека, в том числе 19 детей. Незамедлительно в Ярбогачен были отправлены специалисты Роспотребнадзора. В чем причина ЧП удалось выяснить по результатам лабораторных исследований. 18 воспитанникам был поставлен диагноз сальмонеллез. По предварительным данным, дети могли отравиться куриными котлетами. Технологию приготовления полуфабрикатов, а также срок и способ их хранения сейчас устанавливают следователи. Киринским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Иркутской области проводится доследственная проверка по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание по факту отравления воспитанников и персонала детского сада в селе Ярбогачен Катанского района». По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение. Стоит ли говорить, что случаи массовых отравлений в учебных и дошкольных учреждениях региона повторяются ежегодно? Так, в мае 2017 года в детском саду Иркутска около двух десятков воспитанников пожаловались на устроголь в животе. Во время проверки у 15 из 28 из одной группы была обнаружена норовирусная инфекция. А в феврале 2020 года 25 учеников школы в поселке Корлук Иркутского района отравились молоком. Тогда причиной заражения стало нарушение требований производства. В цехе по разливу молока на аппарате произошло зальпание клапана, и в продукцию попали опасные вирусы. Самым опасным вирусом на сегодняшний день по-прежнему является COVID-19. Об этом говорит статистика. С начала пандемии в Иркутской области диагноз «новая коронавирусная инфекция» был поставлен почти 35 тысячам человек. За последние сутки зафиксировали 263 новых подтвержденных случаев. Также на утро 8 декабря стало известно о смерти еще 12 человек, которые были заражены коронавирусом. Это значит, что за 10 месяцев от инфекции скончалось более 900 больных. Тем не менее, увеличивается в нашем регионе и количество выздоровевших. Победить болезнь смогли уже более 30 тысяч человек. Все меньше пациентов с COVID-19 числится и в больницах региона. Сегодня в одном из госпиталей побывала наша съемочная группа. Репортаж о работе в красной зоне и такой своевременной помощи смотрите прямо сейчас. Подобные вопросы врач-терапевт Андрей Саулевич задает пациентам каждый день на протяжении вот уже 10 месяцев. С самого начала пандемии специалист был на передовой борьбы с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Там большую часть своей карьеры он работал преподавателем военной медицинской академии. COVID-19 заставил медика применять весь свой теоретический арсенал на практике. Теперь свои знания передает коллегам в Шелихове. Если где-то возникает какой-то проблемный, тяжелый пациент, естественно, коллеги наши из Шелихова обращаются за помощью. Мы им ее всегда рады показать, помочь. В общем-то мы для этого сюда и приехали, потому что по большому счету наше здесь назначение – это передать тот опыт, который был наработан в таких мегаполисах, как Москва, Питер. Из Санкт-Петербурга в Шелихов помимо Андрея приехали еще два военных специалиста – врач-инфекционист и анестезиолог-реаниматолог. Вместе они уже неделю работают в новом городском медцентре для лечения внебольничной пневмонии. Он рассчитан на 120 пациентов. Первых больных коронавирусом здесь приняли 1 декабря, а сейчас в учреждении занято уже 40 коек. Техническое оснащение госпиталя соответствует самым высоким эпидемиологическим стандартам. Так больные находятся в отдельных боксах, а чтобы минимизировать риск инфицирования персонала, используется онлайн-система отслеживания состояния пациентов. Сюда выводятся все основные жизненно важные показатели, которые находятся в этих палатах. Потому что так как это инфекционное отделение, палаты должны быть боксированы. В медцентре есть все для лечения, в том числе и тяжелых больных, аппараты ИВЛ, УЗИ, анализаторы крови, современнейший томограф. В палатах каждому пациенту проведена индивидуальная система подачи кислорода. Построить и оборудовать такой современный госпиталь удалось за рекордно короткие сроки. Еще весной промышленник и меценат Олег Дерипаско понял, что второй волны не избежать. И вот спустя всего шесть месяцев центр, где все продумано до мелочей, уже работает. Здесь госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием, чтобы лечить новую коронавирусную инфекцию. Набор помещений, все это имеется. Построили этот госпиталь, оснастили его, оснастили его не только медицинским оборудованием, но и мягким инвентарем. То есть постельное белье, оно тоже было поставлено, подушки, одеяло. И свою помощь они продолжают выполнять дальше. И сразу семь таких медцентров было построено в Сибири, три из них в Иркутской области. Новые госпитали в Шерихове, Тайшете и Братске сейчас помогают победить коронавирус. И в каждом из медучреждений работают бригады военных врачей из Санкт-Петербурга. Они, как и команда специалистов во главе с Андреем Саулевичем, задержатся в Прибайкале как минимум до конца декабря, чтобы по максимуму передать свои знания о лечении ковида. Данил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням. Строительство больниц – одна из задач, которая входит в национальные проекты. На их реализацию из бюджета страны выделяются огромные деньги. Настолько огромные, что не все средства в Иркутской области даже успевают освоить. В чем причина, узнаете прямо сейчас. В 2020 году в Прибайкале могут не достроить несколько важных социальных объектов. Без новой школы на 725 мест рискует остаться деревня Грановщина Иркутского района. В Балаганске не успевают возвести детский сад на 110 ребятишек. В Усть-Тюде – ФОК. И дело не в финансировании денег. На строительство как раз хватает. Их власти региона получили из федерального бюджета по программе «Национальные проекты». Причина – в нехватке рабочих и задержке доставки оборудования. Это привело к низкому темпу возведения объектов. Если до конца декабря здания не будут достроены, выделенные средства придется вернуть. Так случилось и в прошлом году. Тогда Иркутская область не освоила почти 2,5 миллиарда рублей, полученных из федеральной казны. О какой сумме идет речь в этом году, пока не ясно. Но уже известно, что к 1 декабря в Прибайкале удалось выполнить только 74% от плана по нацпроектам. А нацпроекты – это строительство важных социальных объектов – школ, детсадов, учреждений культуры и спорта, дорог, а также благоустройства территорий. Так вот, за 11 месяцев 2020-го освоено почти 20 миллиардов рублей. Всего же на эти цели было выделено 29 миллиардов. Более 17,5 миллиардов из бюджета страны – почти 11,5 миллиардов региональных средств. Уже выделены деньги по этой программе и на следующий год. Существенных изменений в сумме нет. Она уменьшилась на 600 миллионов рублей. Традиционно больше средств получено из казны страны. Павел Жолдев, Юлия Шинкарюк. Новости по будням. Большие средства выделяются и на капитальный ремонт многоквартирных домов в Иркутске. Но даже в этой сфере освоить все деньги почему-то не получается. Причем не получается, это еще мягко сказано. На сегодняшний день из запланированного на 2020 год объема работ завершено только 63%. А на дворе, я напомню, декабрь. Именно поэтому в фонде капитального ремонта уже заявили максимум, что удастся сделать до нового года, так это поднять показатель до 70% от плана. Удивительно, но даже такой результат можно назвать прорывным. Например, в 2018 году из 800 домов, попавших в план, работы были выполнены лишь в 153. Но все это уже в прошлом, гораздо интереснее будущее. В 2021 году в Иркутской области планируют капитально отремонтировать 1067 многоквартирных домов. Сколько из них действительно преобразятся, узнаем через год. В своих квартирах и домах насладиться 10-дневной новогодней атмосферой уже мечтают многие. Однако планы могут не сбыться. В Госдуме предложили отказаться от январских праздников. Якобы длинные выходные плохо влияют и на здоровье граждан, и на экономику страны. Правда, пока это лишь инициатива. А вот что может отразиться на здоровье уже сейчас, так это шумные соседи. Репортаж о децибелах, нормах и правилах подготовила Ольга Харнутова. Кажется, что молотки стучат не по полу, а по нервам людей, которые находятся этажом ниже. Но нет, у этого прибора совсем другая цель. С его помощью сотрудники Иркутского центра Росстандарта проверяют, насколько хорошая шумоизоляция в помещении ниже. Звук измеряют специальным датчиком. Вот сейчас сверху работает ударная машина на перекрытии. Мы измеряем, сколько туда прошло децибел от нее. Потом также мы рассчитываем. Сейчас нельзя сказать, сколько тут, что будет. Ну, так я уже просто по слуху могу определить немножко. Ну, здесь, наверное, нормально. Шумоизоляцию метрологи проверяют и другим способом. Включают в комнате колонки на полную громкость и измеряют слышимость в соседнем помещении. Уже после измерения специалисты сравнивают получившийся результат с принятыми в России нормами. По ударному шуму, если 60 децибел – норма. То есть, если слышно, как наверху ходят люди или вообще какое-нибудь движение, там, табуретки, это уже как бы превышает нормы и, скорее всего, будет выше 60 децибел по ударному шуму. Шум колонок, который доносится до соседей, не должен превышать выше 52 децибелов. Этот уровень можно сравнить с гулом компьютера. Так что, если поздно ночи вы можете разобрать слова песни, самое время идти жаловаться. Но бывает и так, что шум появляется непреднамеренно. Слышите, как в квартире сверху ходят по полу или уронили детскую игрушку, вопросы лучше задавать уже застройщику. Нередко строители экономят на шумоизоляции. В таком случае целые подъезды превращаются в одну большую коммуналку. Но если у этой проблемы есть решение, собственник всегда может подать в суд на застройщика. И, как показывает практика, нередко Фемида встает на сторону людей. За летом, наверное, у меня было штук 15 квартир. То есть, это 15 судебных уже. Судебные они все из 15 штук только два не выиграли. А остальные 13 вот они выиграли. В Росстандарте говорят, что в Иркутской области всего лишь две компании возводят дома с хорошей шумоизоляцией. Поэтому жителям новостроек лучше прислушаться, не слышно ли им разговоров с соседей. А потом задуматься, стоит ли включать музыку на полную громкость. Хоть скоро для этого будет весомый повод новогодней праздники. Ольга Харнутова, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Небольшой праздник для жителей столицы региона организовали художники. Сразу несколько домов сегодня украсили репродукциями иркутских мастеров. По галерее под открытым небом прогулялся и наш корреспондент Олег Федоров. Многие жители Иркутска теперь не спешат проходить улицу Российскую. Она стала первой площадкой, где можно полюбоваться на произведение живописи под открытым небом. На фасаде здания здесь появилось сразу несколько картин местных художников. Одно из полотен, точнее репродукций, под названием «Харлампевская церковь», принадлежит перу Регины Присяжниковой. Женщина всю жизнь занимается живописью. Признается, на написание картин ее не перестает вдохновлять атмосфера столицы – Восточной Сибири. Так как я люблю очень Иркутск, и он прекрасен, со своими улочками, перекрестками, двориками, прекрасные деревянные дома, прекрасные каменные дома. Я его рисую, ну, можно сказать, я уже перерисовала все уголки, только сейчас, в данный момент, ну, меняю, допустим, состояние природы. И вот к Харлампевской церкви, ну, я приглядывалась уже очень давно, и думаю, ну, что же изобразить. И вот именно изобразила вот эту вот весну, когда наступает весна, храм такой белый, свежий. Галерея на свежем воздухе имеет одно неоспоримое преимущество – она работает даже в условиях пандемии. Ведь в учреждения культуры сегодня вход закрыт. А здесь – тоже искусство, но под открытым небом. Проект «Музей на улицах города» стартовал в преддверии празднования юбилея столицы при Байкале. Совсем скоро большинство центральных улиц увесят работами с изображениями Иркутска и Байкала. Дорогие друзья, итак, работа Регины Крисяжниковой украшает здание на улице Российская 27 с одной стороны здания, а с другой стороны здания – работа Сергея Юдина. Еще одна картина заслуженного художника России Геннадия Шихалева «Цветущие маки» теперь украшает фасад дома на улице Богдана Хмельницкого. Акция «Музей на улицах города» проводится в Иркутске уже второй раз. В 2016-м картины также размещали на домах, но по разным причинам полотна быстро пришли в негодность. Ошибки учтены. Новые репродукции распечатаны на прочной афишной бумаге. Полотна дополнительно защитят от дождя. А чтобы в порыве захлёстывающих эмоций никто не унес произведение к себе домой, картины повесили под камерами видеонаблюдения. Так они смогут радовать глаз иркутян намного дольше. Олег Федоров, Андрей Назаров. Новости по будням. А пока к остальным темам. Помимо COVID-19 в Иркутской области свирепствуют и другие вирусы. Например, давно знакомые каждому из нас ОРВИ. Только за последнюю неделю такой диагноз был поставлен почти 16 тысячам жителей региона. Правда, пока бить в колокол рано. Эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ не превышен. Да и случаи гриппа в нашем регионе еще не зафиксированы. Тем не менее, расслабляться не стоит. Как показывает практика, в Иркутской области эпидпорог превышается в конце декабря-начале января. И вряд ли 2020 год станет исключением. Чтобы отодвинуть этот срок как можно дальше, с сентября в регионе проводится прививочная кампания. Вакцину от гриппа сегодня получили уже более миллиона жителей региона, то есть 43% населения. В Роспотребнадзоре напоминают, что самым эффективным средством защиты от гриппа является именно профилактическая прививка. А для тех, кто все же почувствовал симптомы какого-либо заболевания, в Иркутске открылась новая клиника, где можно без очереди сделать КТ или МРТ, сдать анализы и узнать свой диагноз. Все подробности в нашем ценном выборе. Как и весь мир, Иркутск борется с эпидемией. За здоровье людей наравне с государственными сражаются и частные клиники, которые помимо диагностики и лечения предоставляют даже услуги скорой помощи. Такое учреждение недавно создано при НИИ клинической медицины. Буквально в ноябре этого года открылась еще одна многокрофильная поликлиника. Мы одни из первых начали определять COVID-19 методами именно иммуно-хроматографическим. Это экспресс-тесты. Определяем как антигены, так и антитела. Экспресс-тест будет готов через 15 минут, а цена одна из самых низких в городе – 2300 рублей. В лаборатории клиники делают все виды анализов на COVID-19, запись день в день. Быстро и без очереди можно пройти компьютерную томографию, в том числе грудной клетки. Результат – в этот же день. При необходимости пациентов доставят в клинику собственная служба скорой помощи. Бригады врачей приезжают на вызов оперативно. Словом, здесь предусмотрено все, чтобы быстро и точно установить диагноз, как можно раньше начать лечение и победить опасный недуг. Евгений Шоев, Ольга Полянская, новости по будням. Преодолели еще один важный рубеж. На YouTube-канале медиахолдинга НТС теперь 30 тысяч подписчиков. К слову, это сопоставимо с количеством людей, проживающих в таких городах, как Нижнеудинск, Тайшет и Зима. Изменился сейчас и расклад среди самых популярных сюжетов программы «Новости по будням». Теперь пальму первенства между собой делят материалы о самой юной спортсменке региона, выступившей на соревнованиях по художественной гимнастике, и репортаж о необычном снегоуборочном тракторе. И у того и другого сюжета по миллиону 700 тысяч просмотров. Стоит сказать, что найти на YouTube-канале медиахолдинга НТС можно не только новости, но и программы собственного производства, такие как «Есть вопрос» и «Дневник путешественника». Там же в интернете удобно следить за конкурсами, которые регулярно проводит наш медиахолдинг. Например, сейчас на радиошансон «Иркутск» разыгрывают вкуснейший торт. Условия борьбы за приз максимально просты. Нужно предложить свою креативную расшифровку аббревиатуры НТС. Варианты присылают абсолютно разные. Некоторые попадаются слушатели очень креативные и присылают даже стихи. Настроила телевизионную станцию, нашла телеканал «Суперский», новое телевидение Сибири. Новый тренд сегодня. Вот такой стих нам прислали. Отправили заявку и стали победителями. Как выглядят жители региона, которые теперь носят звание «Студент года»? Узнайте сразу после новостей спорта. Успешно выступили иркутские теннисисты на двух турнирах в Красноярске. На соревнованиях Надежды Краснояре в подгруппе до 13 лет медаль высшие пробы в одиночном разряде завоевала Лёля Макарова. На первенстве Красноярского края возрастной категории до 15 лет в одиночном и парном разрядах равных не было Алисе Зейдиновой. Также два золота в парном и одиночном разрядах досталась представительнице при Байкале Алане Туаевой. Поддержала почин мастеров мяча и ракетки и сборной Иркутской области по самбо на первенстве Сибирского федерального округа. Соревнования прошли в Новосибирске. Нашим борцам удалось завоевать сразу 15 медалей, из них 5 золотых. По итогам соревнований сразу 9 спортсменов получили право выступить на чемпионате и первенстве России. А вот в чемпионате России по баскетболу Иркут все никак не может найти свою игру. Накануне оранжево-черные проиграли на домашнем паркете Ярославскому Буревестнику 61-69. Уступая после первых двух четвертей, иркутяне бросились отыгрываться в третьей части, им это удалось. Перед заключительным отрезком Иркут уступал лишь минус один. Все решилось в последние десяти минутки, в которые гости не дали развить успех хозяевам. Как итог, восьмое подряд поражение и последнее место в турнирной таблице. Данил Седов, Иван Занько. Новости по будням. Ну что ж, будем надеяться, что нашим баскетболистам удастся прервать серию поражений. Ведь верить в лучшие отличительные черта всех жителей России. Именно поэтому в финале каждого выпуска нашей программы мы рассказываем о добрых, забавных и интересных новостях. Слово Анне Соколовой. Всем здравствуйте. Без эмоций никуда. Желательно, конечно, чтобы они были положительные. Поэтому я для вас подготовила новости, которые вызывают улыбку. Учащиеся Иркутского педколледжа заняли второе место на конкурсе «Студент года» в номинации «Студенческие медиа». Это третьекурсники Иван Бородин, Виктор Албу и студент второго курса Виктор Сизых. Вместе они работают в медиа-центре колледжа. Снимают сюжеты, делают новости, придумывают проекты. Один из них без штампов. Прямые эфиры с преподавателями и активными студентами колледжа. Здоровый восьмичасовой сон дарит бодрость и улыбку. А сколько часов в сутки спят жители Иркутской области? Известная онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников провела опрос и выяснила, что 65,5% жителей нашего региона обычно спят по 6-8 часов в сутки. Около четверти респондентов по 4-6 часов. А вот тех, кто спит менее 4 часов среди опрошенных, не оказалось. Что интересно, доля недосыпающих в нашем регионе примерно такая же, как и по всей стране. Наши соотечественники вовсю готовятся к Новому году и делятся планами, как будут его праздновать. Согласно данным, полученным российским исследовательским центром, более 60% россиян встретят новогоднюю ночь дома в кругу семьи. 17% опрошенных еще не определились с планами, а 3% хотят отпраздновать Новый год в кафе, ресторане или клубе. Еще 3% россиян будут работать в ночь на 1 января. И лишь считанные единицы хотят провести Новый год в поездках по России или за рубежом. Только представьте, какие эмоции испытывает человек, нашедший капсулу времени. Строители в Нью-Йорке достали из-под исторического здания капсулу времени, датированную 1917 года. Бригада рабочих реставрировала здание в голландском колониальном стиле. Во время работ под домом обнаружили старую бутылку из-под молока, в которой лежали два рукописных письма и монеты. Записки оставили люди, которые строили и проектировали это здание. Когда реставрация закончится, найденные предметы станут экспонатами музея. Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт www.ntsdfistov.ru Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. Помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин